мы с вами рассмотрели уже целый ряд моментов касается новой ядра d7 надеюсь вам теперь многое стало более понятно еще один очень важный момент это то как между собой существует как соотносится и взаимодействует новое старое ядро на текущий момент пока нет возможности отказаться целиком от старого ядра и весь свой код писать исключительно только на новом ядре d7 пока еще не все необходимые методы реализованы на новом ядре некоторую часть мы вынуждены использовать и старого ядра так они еще не имеют аналогов на d7 постепенно все старые методы будут заменяться на так называемые заглушки для обратной совместимости на это требуется время что это из себя будет представлять это когда вызов старого метода продолжит работать до совместимости но его код теперь будет просто вызывать новый метод на ядре d7 рассмотрим шаблон нашего сайта но до модификации которую мы с ним сделали исходный и вернемся еще раз к методам локализации как видим метод include template лэнк файл у нас перечеркнут таким образом php штор помечает устаревшие методы ваша это и может отмечать это несколько иначе переходим на исходный код и как видим у нас здесь в комментариях метода помечено что необходимо использовать класс bitrix main localization log это один вариант каким образом мы можем узнать что используем нами метод уже является устаревшим и для него имеется аналог на d7 продолжим здесь же обратим внимание на get message перейдем к исходному коду данного метода и как видим по исходному коду вся работа метода в итоге у нас сводится к вызову метода на новом ядре d7 то есть это второй способ узнать что мы можем перейти к использованию аналогов старого ядра на новом ядре d7 также нужно следить за изменениями и новыми статьями которые появляются в документации на сайте bitrix касательно ядра d7 ну и php doc и автоматическая генерация документации по исходному коду четвертый вариант вот это те варианты каким образом вы можете узнать что пора в той или иной области уже отказаться от использования старого ядра и целиком перейти на d7 или частично мы коснулись только верхушки вы получили только вводную информацию на самом деле возможности нового ядра d7 значительно большее проникновение глубже а с вами был сергей покоев до новых встреч до новых учебных видео снятым